Итак, друзья, проточный водонагреватель. Он бывает различных, собственно говоря, параметров, различных цен и так далее. И сегодня мы с вами рассмотрим, какие стоит покупать, какие не стоит покупать, за которые просто нет необходимости переплачивать. Есть самые простые и достаточно бюджетные колонки. Давайте разберемся, какую же все-таки купить газовую колонку. Ну что, друзья, разберемся в основной классификации, какие вообще колонки существуют. Давайте, например, зайдем на сайт компании Термекс. У них огромный, в принципе, большой, скажем так, ассортимент. Газовые колонки – удобный экономичный способ наладить горячее водоснабжение. Но в основном по квартирной, если честно, потому что если брать большие колонки, они будут стоить дорого. Да и как бы, ну, в общем, да. Итак, смотрите, есть газовые колонки, которые называются, они, конечно, проточные водонагреватели. Ну вот, допустим, Термекс F20MD. Технические характеристики. С антикоризийным парокрытием работает на природном газе. И открытая камера сгорания. То есть, первая классификация – это закрытая либо открытая камера сгорания. Что это означает? Или, если есть вентилятор, то это закрытая камера сгорания. И дымоудаление будет через дымоход. Мы к ним еще подойдем. Далее. Автоматический электроподжик. Гарантия 2 года. Туда-сюда. Все, в общем-то, неплохо. Интересно. Так, что она на батарейках? Или как? Или как? Или у нее запальник. А, она работает от сети 220 вольт. Тоже следующая классификация. То есть, есть турбированные, есть атмосферные. Атмосферные – это означает то, что у нас есть дымоход. И, естественно, тяга удаляет наши дымовые газы. Так вот. А здесь параметры сети. То есть, он конкретно работает от 220. Это вторая классификация. Далее. Если дальше пойдем, посмотрим. Давайте вот эту серию. Тай-он. Ти-он. Да. Ну, вот это бюджетная версия уже. Это у нас тип параметра сети батарейки тип D. Две батарейки, как и в нашем примере, который я рассматривал. И, соответственно, внутри будет точно такая же конструкция. Газовый клапан, гидромодуль. Все то же самое. Здесь у нас естественная тяга. Открытая камера сгорания. Две батарейки. И производительность 10 литров в минуту. Если так примерно прикинуть, то это, ну, один-два смесителя край делов. Все равно, ну, больше точно она нагреть не сможет. Вот самый простейший интерфейс. То есть, здесь мы увеличиваем или уменьшаем пламя. Здесь мы увеличиваем или уменьшаем температуру. Сразу скажу, плавность регулировки данной модели будет очень-очень плохая плавность. Соответственно, вы не сможете отрегулировать ровно 30 градусов. Потому что, в зависимости от протока, вы можете выбрать просто комфортную для вас температуру. И все. Снизу достаточно все просто. Вот сюда подключается газ. Как написано, вход газа, да, прямо по-русски. Холодная вода и выход горячей воды. Данная модель работает на батарейках. То есть, нам необходимы будут батарейки сюда. И они обычно кончаются в течение года для искрообразования и управления, собственно говоря, самой газовой горелкой. Итак, первое, с чем вам нужно определиться. Это у вас будет дымоход через стену, как обычный дымоход, который будет вам с помощью вентилятора удалять дымовые газы. Либо у вас уже есть, скажем так, шахта дымоходов, к которой вы можете подключиться. И, соответственно, у вас будет работать колонка с естественной тягой. Недавно еще были такие, которые вообще бездымоходные. Они работали. Все дымовые газы поступали постоянно в помещение. Очень много людей угорало. Они есть в продаже. Но вы уже новую такую не поставите. Потому что, ну, банально опасно. Итак, значит, внутри скрываем крышку. Видим блок управления, блок розжига и, собственно говоря, электрод пламени и розжига. Здесь гидрогруппа, она совмещена с газовым клапаном. Газовый клапан у нас выполняет роль просто открыть либо закрыть. Когда происходит проток, микропереключатель дает сигнал. У нас газовый клапан открывается. И за счет протока воды регулируется температура и пламя, которое необходимо. Также у нас есть на выходе погружной датчик НТС. Это датчик ГВС. Также есть температурный датчик перегрева. Потому что она рассчитана до 95 градусов. И датчик дымохода. Если это с вентилятором, у него там своя система. По внутрянке тут вроде бы и говорить-то не о чем. Вроде все простое. Но если вдруг сломается, приходится разбирать полностью весь гидроузел. Здесь надо брать просто ремкомплект и полностью этот узел перебирать. Если вдруг потекет или что-то с ней будет не так. Друзья, если хотите полностью разобраться, как работает проточный водонегреватель, у нас есть секретный телеграм-канал Секрет Сантех. Можете его найти по ссылочке в описании, либо вбив название в телеграме. И, собственно говоря, здесь прям полная визуализация с каждым элементом. Куда что подходит, где какая пружинка, чтобы разбираться, собственно, до конца. Я также уже в течение трех лет обучаю ремонту и обслуживанию газовых котлов, монтажу сантехники и как на этом зарабатывать до 350 тысяч в месяц. На сайте Грамотный Сантехник вы можете всю подробную информацию обо мне узнать. Онлайн консультации, проекты делаем, монтажи в Екатеринбурге. Есть обучающие материалы, котельный Бавлоруб. Как раз таки про газовые колонки в котельном Бавлорубе подробно изложено. Есть курс Грамотный инженер. Здесь полностью от котла до тепла. Здесь мы разбираемся полностью с отоплением, водоснабжением, котельным оборудом. В общем, тем, что я занимался 16 лет, здесь полностью информация дана. Осталось, кстати, 3 дня всего по акции можно приобрести данный материал. После обучения вы получаете сертификат, поддержку в чате мастеров. У нас там больше 300 участников. И вы можете спокойно общаться с людьми, если вдруг что-то не понимаете. Отзывы, видеоотзывы также есть на сайте. Поехали дальше. Смотрите, заглянув даже на сайт термекса и нашли мы колонку 26 киловатт, которая, ну, 26 киловатт, если посмотреть с точки зрения теплоснабжения, то это, друзья, это 260 квадратных метров можно отапливать площади. А здесь у нас 13 литров в минуту производит колонка за 15 300. Ну, есть, которые вообще стоят там типа 20-30. Это уже, конечно, совсем какие-то страшные суммы на самом деле. С учетом того, что вы сможете открыть два максимума смесителя все равно. Второй момент, с которым вам нужно определиться, это источник питания. В любом случае, они все энергозависимые в основном, либо от сети 220, либо от батареек. Фишка, то, что у вас батарейки, это в том, что у вас отключился свет, но в тушь вы сходить сможете все равно. Если от 220, естественно, то колонка работать не будет. Но также есть третий тип, который работает с запальником, где, конечно, еще дороже. И насколько они эффективны, сейчас посмотрим. Я встречался вот с такими. Газовая колонка Bosch. Она, ну, то есть у нее запальник постоянно горит, фитилек. Максимальная производительность до 15 литров в минуту. Что она конкретно, конечно, себя... Ну, тут вообще они не врут, вопросов нет. Пьезорожек, медный теплообменник. Но, ребят, в любом случае, все это дело работает 10-12 лет максимум. С учетом цены 47900, ну, сами понимаете, стоит ли брать такую колонку. Давайте начнем по порядку. Начнем с самого минимума и подъем до самого максимума. Давайте посмотрим последствия работы 4-х лет газовой колонки. Итак, в данном случае у нас колонка LARGAS. Самый бюджетный вариант, который мы с вами до этого рассматривали. Колонка отработала 4 года. Начала вся капать, бежать. Микро-переключатель был под замену. И полностью комплект пришлось прокладок поменять. Как видите, все остальное тоже прогорает. Сколько она еще прослужит, неизвестно. В общем, самые бюджетные колонки я бы не рассматривал. Если колонка стоит ниже 10 тысяч рублей, я бы даже смотреть в их сторону не стал. Вот если средний ценник посмотреть по качеству и по цене, это тысяч, наверное, сейчас на данный момент, 24-й год, май 24-го года, это примерно 15-16 до 20 тысяч рублей. Но ни в коем случае я не рекомендую покупать какую-то очень гипердорогую колонку Bosch, потому что за 12-15 тысяч рублей у вас колонка отработает 7 лет с тем же, с той же производительностью вопросов никаких возникать не будет. Либо Bosch, который отработает у вас там 10-11 лет. Но заплатить изначально придется 50 тысяч рублей. В общем, друзья, я за средний ценник, за средний вариант, когда вы покупаете среднее качество, достаточно хорошее, не самое бюджетное, чтобы так вот все прогорело и сломалось в первые же 3-4 года, потому что вы просто замучаетесь с ними. И при этом самые максимально дорогие я бы брать не стал. Весь вопрос, друзья, в целесообразности. То есть за 15 тысяч рублей, условно говоря, колонка прослужила 7 лет, я ее выкинул, за 15 снова поставил и все. Поставил я Bosch за 50 тысяч рублей, она также там не 7, а 10 лет, о господи, отработала. И потом ее все равно придется менять. А какой смысл? В этом я как бы не вижу целесообразности. Так что берите средний вариант, не ошибетесь. Ну а с вами был Дмитрий Бужьянов, он же грамотный сантехник. Всем огромнейшей удачи, счастья, здоровья, любви и до встречи.